Добрый день! 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 очаге p16 очень простой эффективный метод детекции этих карцином на сегодняшний день хотя есть ряд сложностей в морфологической диагностике мы немножко об этом поговорим позже смысл в том что этот вирус встраивается в днк клетки опухолевой клетки и нарушает регуляцию клеточного цикла путем внедрения в путь по 53 rb и приводит это все компенсаторному накоплению белка p16 который собственно мы можем детектировать при помощи много гистохимического метода кроме того есть возможность детектировать этот вирус путем днк гибридизации и рнк гибридизации in situ это несколько дороже вот как это выглядит это миндалина справа вы видите экспрессию p16 это коричневое окрашивание то что называется блок-тайп окрашивания когда клетки монотонно диффузно красятся и ядра и цитоплазма если вы обратите внимание то окрашивание ограничено в данном конкретном микрофотографии донными отделами крипт еще одна особенность этих карцином в том что для них нет понятия карцинома in situ то есть формально мы не видим инвазии за пределы условной базальной мембраны для этой опухоли но смысл в том что это специализированный эпителий он имеет перфорированную базальную мембрану изначально поэтому если карцинома in situ условно морфологически развивается то это опухоль уже способна к метастазированию в отличие от не ассоциированных с вирусом карцином в других отделах головы и шеи из-за этого зачастую эти опухоли могут быть оккультными на момент метастазирования не давать изменений видимых в первичном очаге кроме того эти опухоли являются иммуногенными в силу того что вирусные неоантигены приводят к иммунизации и зачастую мы видим выраженную лимфоцитарную инфильтрацию стромы как в первичном очаге что объясняется не только тем что она там изначально медальна располагается но и часто мы видим инфильтрацию метастатических очагах очень выраженную из права вы видите микрофотографию это гиперэкспрессии пидель довольно часто встречается в этих типах опухолей что связано с адаптивным иммунным ответом опухолевых клеток на вот эту вот реакцию иммунной системы на вирусные но антигены и таким образом это обуславляет том числе чувствительность этих опухолей к иммунной терапии что касается на зафарингеальных карцином то чаще всего опять же это плоскоклеточный рак все-таки хотя аденокарциномы могут встречаться развивающиеся из покровного эпителия вот но тем не менее иногда мы сталкиваемся с тем что есть какое-то представление то что на зафарингеальных карцином это нечто гомогенное такое однородное а на самом деле это опять же целый набор различных по морфологическим проявлениям и по биологии образований и на сегодняшний день классификация на зафарингеальные карциномы предоставляет три единицы это базолоидный плоскоклеточный рак это роговевающий плоскоклеточный рак и не роговевающий который как правило и ассоциирован с обштейн барр вирусной инфекцией и мы видим что опять же это опухоль вирус ассоциирована с выраженной лимфоцитарной инфильтрации стромы что вероятно обусловлено вирусными антигенами и крайний спектр проявления д дифференцировки этих карцином это лимфоэпителиальная карцинома которые тоже иногда отождествляют сна зафарингеальный но это не вполне верно потому что это такой морфологический тип опухоли который не строит каких-то структур это отдельные либо солидные гнезда опухолевых клеток расположенные в лимфоидной строме и такое проявление карцинома может встречаться тоже в различных отделах и различных структурах головы и шеи но важно помнить что лимфоэпителиальная карцинома по своей природе это плоскоклеточный рак в отличие скажем от сходной морфологически не дифференцированные синоназальные карциномы которые аденогенные по своему природу по своей природе и это соответственно требует различного подхода в плане системной терапии в первую очередь что касается опухолей гортана глотки гортани то опять же здесь самый частый рак это плоскоклеточный рак гораздо чаще здесь встречаются карцинома роговевающие довольно высоко дифференцированные о чем стоит помнить что карциномы гортани могут также давать гиперэкспрессию белка p16 путем механизмов не вовлекающих вирусную днк то есть p16 это регулятор клеточного цикла этот белок задействован во многих образ опухолевых процессах и в плоскоклеточном раке гортани гиперэкспрессия не связано с вирусом как правило это регулирующие карциномы но при дифференциальной диагнозе метастазов может возникать сложность при отличении одного от другого но сложную морфологическую проблему из себя представляет виркозная плоскоклеточная карцинома гортани потому что это экстремально высоко дифференцированный плоскоклеточный рак который дает так называем пушинг инвазию в строму то есть не дает инфильтрации стромая такое широким фронтом эти языки внедряются в строму и зачастую эти образования имеют большой экзофитный компонент и в биоптаты нередко попадают поверхностные ходилы что создает в общем объективные сложности для морфологической установки подобного диагноза на биопсийном материале то здесь нам необходимо клиническая картина данные лучевых методов исследования потому что высказаться относительно того насколько это злокачественное образование с учетом того что есть целый ряд популярных образований плоскоклеточной гортани бывает крайне сложно здесь очень важна клиника морфологическая рентгенологическая корреляция и опухоли слюны желез или по типу слюны желез они могут также развиваться на всем протяжении полостей головы и шеи это отдельная пожалуй глобальная очень тема потому что спектр этих образований чрезвычайно широк дифференциальный диагноз очень интересен и непрост но тем не менее что часто то часто что редко то редко если говорить о подобных образованиях то инженерал самая частая опухоль слюных желез это плеаморфная аденома это доброкачественная опухоль слюной железы чаще они встречаются конечно в крупных слюных железах но могут встречаться в любых отделах как респираторного так и пищеварительного тракта верхних его части опухоль имеет очень своеобразную морфологическую презентацию она много компонентная она состоит из эпителиального миопителиального компонента и в разной степени выражены стромы причем строма может быть как ослезненная так и с хрящевой дифференцировкой и в ряде случаев сосификаций кроме того могут быть различного размера кистозной полости то есть эта опухоль может иметь очень различные в том числе и лучевые проявления и за счет включения и за счет кистозного компонента и спектр этот очень велик что собственно делает ее сложной на первоначальном этапе для дифференциальной диагностики с другими образованиями следующий по частоте пожалуй это аденокистозный рак аденокистозный рак это злокачественная опухоль она может быть разного грейда но имеет очень высокую потенцию к инфильтративному росту и в том числе к переневральной инвазии довольно дистанционно отдаленному переневральному распространению и такие биологические особенности опухоли определяют сложности и в том числе интероперационного определения границ макроскопического определения границ то есть вот это вот биология ее накладывает отпечаток и на работу хирурга и на работу лучевого диагноста мука эпидермоидная карцинома одна из частых тоже карцином слюных желез она несколько реже у взрослых чем аденокистозный рак встречается но встречается гораздо чаще у людей молодых и у детей и в том числе нередко встречается в крупных бронхах или в трахея о чем нужно помнить и пожалуй это самая частая опухоль слюных желез или по типу слюных желез именно у детей подростков опухоль тоже многокомпонентная состоит из трех типов клеток может иметь кистозные структуры может быть разной степени дифференцировки и зачастую если она развивается в крупных воздухоносных путях то имеет экзофитную презентацию они эндофитный инфильтративный рост и полиморфная аденокарцинома тоже сейчас одна из частых карцином она не так давно выделена она впервые появилась классификации 17 года ранее ее провизорно называли полиморфной аденокарциномой low-grade то есть низкая степень злокачественности была внедрена в наименование нозологической единицы но появились данные о том что она может иметь и хайгрейд презентацию в том числе крепреформенные структуры эта опухоль чаще всего локализуется в ротовой полости это прерогатива малых именно слюных желез действительно но тем не менее может встречаться и в других отделах и опять же она характеризуется высокая потенцию к инфильтративному росту и представляет из себя большую сложность с точки зрения морфологической диагностики из-за того что ее название собственно полиморфная включает в себя то что она имеет очень различные проявления морфологические в ряде случаев ее приходится дифференцировать с доброкачественными образованиями неопухолевыми какими-то аденомами или пролиферативными реактивными процессами а в других случаях ее необходимо отличать от более агрессивных карцином слюных желез как дуктальная аденокарцинома или не специфицированная аденокарцинома и на малых биоптатах это бывает крайне сложно опять же набор иммуногистохимических маркеров который нам сейчас доступен не всегда позволяет нам однозначно ответить на вопрос что это и нам приходится ограничиваться заключением что это аденогенная ли что это карцинома слюных желез опять же нам здесь нужна дополнительная информация можно говорить на самом деле об опухолях этой локализации очень долго это очень многогранная сфера очень объемная поэтому я хотел бы показать вам этот спектр и это действительно та локализация в которой постановка морфологического диагноза зачастую затруднена или невозможно без данных клиники и без данных лучевых методов потому что большой очень набор нозологических единиц это в первую очередь касается конечно не частых случаев редких опухолей и очень большой спектр проявлений в рамках каждой нозологической единицы и для того чтобы поставить диагноз конечно необходимо анализировать всю доступную информацию это почва для коллаборации спасибо большое за внимание спасибо 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 Продолжение следует...